Ой-ой-ой, что же делается, что же делает правительство Канады? Виза цифрового кочевника. Да, звучит, конечно, потрясающе. Но если разобраться, почитать, посмотреть официальный сайт Канады, понимаешь, что все не так однозначно. Дорогие друзья, тут новый анонс правительства Канады вышел буквально недавно. Я его немножко затрагивал на своем канале, но тут началось просто безумие. Я захожу по пабликам, связанным с переездом в Канаду, все, там визы цифровых кочевников уже всем раздают. Там все, короче, любой цифровой кочевник теперь может переехать в Канаду. Новая виза для цифровых кочевников уже все есть, и уже все ты можешь по ней ехать. Уже даже гайды составляют, как эту визу оформить и податься. Я бы хотел с вами сегодня поговорить. Короче, дорогие друзья, Канада объявила очень интересные нововведения. Эти нововведения в целом вроде бы классные новые, а по факту надо немножко разобраться. Короче, мы сегодня поговорим с вами о некой визе цифрового кочевника в Канаду. Поехали! Дорогие друзья, начнем с того вообще, что это такое и с чем это едят. Смотрите, Канада скоро присоединится к группе стран, которые разрешают цифровым кочевникам работать удаленно в пределах своих границ. Министр иммиграции и беженства Канады заявил о том, что он создает новую стратегию привлечения талантов в Канаду, которая будет включать положение для удаленных работников, которые могут работать в Канаде в течение более продолжительного периода времени. Звучит классно. Ключевая фраза – более продолжительного периода времени в Канаде удаленно. Кто может, как говорят на официальном сайте правительства Канады, являться цифровым кочевником? В соответствии с новой стратегией цифровой кочевник – это человек, который может выполнять свою работу удаленно из любой точки мира. Вот это основное и главное. Прошу это учесть. Потому что сейчас многие мои подписчики начнут говорить о том, что ну все, я цифровой кочевник, поеду в Канаду работать на ферму. Нет, так не работает. Смотрите. Несколько правил. Вы должны работать в компании, которая позволяет вам работать из дома. Вы можете подать заявление на получение канадской визы кочевника. Это первое. Если вы фрилансер, ютубер, блогер или занимаетесь чем-то другим, что позволяет вам работать из любой точки мира, вы имеете право подать заявление на получение канадской визы цифрового кочевника. Министр миграции Канады заявил, что хочет продвигать Канаду как направление для цифровых кочевников. Потрясающе. Потрясающе, потрясающе и еще раз потрясающе. Смотрите, а мы продолжаем с вами. Просто очень внимательно сейчас слушаем. Смотрите, что дальше. В соответствующей с действующим законодательством Канады цифровым кочевникам требуется только статус барабанной дробь туриста, чтобы переехать в Канаду на срок до 6 месяцев, пока они выполняют свою работу удаленно для иностранных работодателей. Па-па-па-па. И что же изменилось? Да нихера. Смотрите, в соответствии с настоящим законодательством, то цифровому кочевнику нужна туристическая виза. И он может жить в Канаде до 6 месяцев. Ну и что? А до этого как было? Если ты работал цифровым кочевником и уйдешь с туристической визой в Канаду, ты мог приехать в Канаду и полгода жить на территории Канады и работать удаленно. Никто тебе не запрещал в Канаде работать удаленно до нового объявления министра миграции Канады. То есть фактически, фактически, министр миграции Канады говорит, езжайте в Канаду по туристической визе, работайте удаленно, платите налоги в Канаде, платите за недвижимость в Канаде. Классно. Просто потрясающе. Ну вот, объективно говоря, я смотрю просто, знаете, в интернете по пабликам, по телеграм-каналам, ну все, короче, Канада теперь присоединилась к группе стран, которые разрешат цифровым кочевникам работать удаленно. Так они и так могли до этого работать. Фактически, никакой визы на сегодняшний момент, на дату записания ролика, новой визы никакой не существует. Канадское правительство предлагает вам поехать в Канаду по туристической визе. Давайте поговорим с вами о том, чем же отличается простая турвиза от цифровой визы кочевников. Повторюсь, в целом ничем. Но есть очень интересный моментик, о котором я бы хотел вам рассказать. Сейчас прошу обратить внимание на экран, потому что я вам сейчас буду показывать официальный сайт правительства Канады, и они там сделали небольшое объявление для цифровых кочевников. Начинаем. В чем прикол? На сайте Канады появился новый раздел, посвященный переезду талантов со всего мира, и цифровые кочевники сюда входят. Что же нам предлагает сайт Канады? Да ни хера. Смотрите. Они нам говорят, что если вы хотите эмигрировать в Канаду, вы можете использовать как цифровой кочевник Express Entry, Startup Visa. Если вы хотите временно приехать в Канаду, у вас есть три варианта. Если у вас есть виза H-1B, американская, то вы можете приехать в Канаду. Если вы хотите приехать по программе Global Skill Strategy, welcome, пожалуйста, приезжайте в Канаду. И вам предлагают быть цифровыми кочевниками. Потрясающе. Просто потрясающе. Что говорят про цифровых кочевников на официальном сайте Канады на сегодняшний момент. Цифровым кочевникам не нужна рабочая виза для работы удаленно с территории Канады. Вы можете приехать в Канаду до шести месяцев за одно время. У вас должно быть несколько опций. Вы работаете на компанию, находящуюся вне территории Канады. У вас есть работа удаленная. И вы хотите опыта канадского. В данном случае, наверное, считается опыт работы за рубежом, который у тебя есть. А ты хочешь здесь пожить. И в целом здесь не работать на территории Канады. Но вот как бы ты обязательно должен иметь работу аутсайд Канады. Твоя работа должна быть удаленная. И ты хочешь пожить на территории Канады. Вот звучит это так. Но что мне здесь нравится? Здесь нравится о том, что они говорят, что виза будет рассматриваться в течение 0-2 месяцев. То есть фактически, если ты цифровой кочевник, тебе визу сделают за 2 месяца. Но фактически на сегодняшний момент цифровому кочевнику нужна просто обычная туристическая виза. Если ты начинаешь нажимать на опросник, ты попадаешь на обычный опросник, где тебе рассказывают о том, какая тебе виза нужна в любом случае. Ты на этот опросник попадаешь обычно каждый раз, когда ты хочешь разобраться, какая виза тебе нужна. Ну, например, смотри, что они пишут. Большинством людей нужна виза или электронное разрешение на въезд. И тут, когда ты отвечаешь на вопросы, ты получаешь ответ, тебе нужна виза либо тебе нужно электронное разрешение на въезд. Если ты заролитянин, тебе нужна электронное разрешение на въезд. Если ты, например, гражданин России, тебе нужна виза. Вот и все. То есть опросник на этом в целом заканчивается. Я ничего там нового не нашел. То есть, короче, как-то так. Продолжаем. Так, вы поняли? Вы поняли? Ну, вы поняли? Ну, вы поняли? Я вот, честно, не очень понял. Вот вы поняли? Напишите об этом в комментариях. Может быть, вы что-то более поняли, чем я понял? Ну, потому что, ну, это просто надо понять, наверное, и простить, ё-моё. Давайте поговорим с вами, почему Канада хочет привлечь таких людей, ну, цифровых кочевников, вот этих фрилансеров, ютуберов, блогеров, работников, которые работают на компании, которые находятся за рубежом и тому подобное. Всё очень просто. Все эти фрилансеры, ютуберы, блогеры, они, скорее всего, занимаются IT. И такие люди Канаде нужны. IT-специалисты всегда и всем нужны, я считаю. И, как бы, IT-шники Канада пытается схайрить. И это нормальное явление. Так почему же Канада хочет привлечь таких людей? Смотрите, что написано. Миграционные власти Канады ожидают, что некоторые цифровые кочевники, которые первоначально въезжают в Канаду для удалённой работы, решат искать возможность устроиться на работу как канадским работодателям. Потрясающе, да? Просто потрясающе. Просто потрясающе. То есть, вы понимаете, что они просто говорят о том, что приезжайте сюда по турвизе, работайте на своего работодателя удалённо. И всё. Вы можете приехать и найти здесь работу и остаться здесь по рабочей визе. То есть, они фактически толкают вас на то, чтобы приехать в Канаду, работать удалённо и искать здесь работу. Вот выглядит на сегодняшний момент так. Опять же, повторюсь, это на сегодняшний день. Эту вот эту фигню придумали буквально там 5-10 дней назад. Ничего нового почти, кроме как новой странички на официальном сайте Канады, я пока не увидел. Может быть, вы мне сейчас ткнёте пальцем и скажете, Вань, ну что-то здесь не то, а вообще по-другому. Но на данный момент это работает так. Смотрите. Как эмигрировать в Канаду цифровому кочевнику? Всё очень и очень просто. Ответ на этот вопрос мы сможем с вами получить с анонса иммиграционной службы Канады, о котором она говорила буквально недавно. Ссылка в описании под роликом. Я, кстати, оставлю ссылку на этот анонс и на то, что я вам показывал выше. Что там написано на официальном сайте? Когда цифровые кочевники получат предложение о работе от канадской компании, они смогут поселиться в Канаде, поделиться своими навыками с канадскими работодателями, подав заявление на временное разрешение на работу или даже на смену статуса на постоянное место жительства. Канадский официальный сайт подталкивает цифровых кочевников искать работу в Канаде, оставаться в Канаде по рабочим визам, либо через ПМЖ, постоянное место жительства. Ну, какая разница? Ну, постоянное место жительства ты мог получить и так, ну, как бы цифровой кочевник, ты не цифровой кочевник, ничего нового тут нет. То есть, они просто вот выделили цифровых кочевников как отдельную группу и на сегодняшний день говорят о том, что да, вы приезжаете сюда по туристическим визам, вдруг вы найдете здесь работу. Кстати, поиск работы на территории Канады по туристической визе не запрещен. Даже если ты какой-нибудь уборщик, приехал в Канаду по туристической визе, нашел себе работу уборщиком, конечно, я это представить не могу, но если это так есть, ты можешь найти работу, сделать себе оценку рынка труда и получить рабочую визу с мини-статус. Все отлично, все хорошо. Чем же тут тогда уборщики отличаются от цифровых кочевников, я не вижу. Кроме одного моментика. Давайте подведем итоги. Ну, объективно говоря, итоги это очень важно. Смотрите, в данный момент нет специальной визы для цифровых кочевников в Канаде. Ну, нет ее пока в данный момент. То есть, ты получишь визу туристическую. Канада предлагает переехать сейчас на территорию Канады цифровым кочевникам по туристической визе на срок до 6 месяцев. До 6 месяцев, не более. Понимаете, срок. Но ты мог приехать просто по туристической визе до 6 месяцев. Ничего нового. Только одно улучшение для цифровых кочевников, я вижу на сегодняшний день, это сроки рассмотрения визы. На официальном сайте, я ссылочку в описании оставлю, там написано до 2 месяцев. А теперь давайте обратим внимание на то, например, сколько ждать обычному человеку, не цифровому кочевнику, свои туристические визы из России, исходя из официальных источников правительства Канады. На официальном сайте правительства Канады есть раздел, посвященный времени, которое ты будешь ждать свою визу. Processing time. Так вот, если ты подаешься на обычную туристическую визу из России, да, такое возможно, ребята из России все еще получают визы. Так вот, если ты подаешься из России, то тебя официально ждать, барабанная дробь, 408 дней. Но ничего страшного. Если ты, например, подаешься из Казахстана, если ты гражданин Казахстана, либо ты приехал в Казахстан и имеешь легальный статус нахождения на территории Казахстана. То есть, если ты, допустим, из России приехал в Казахстан и оттуда подаешься, ты тоже можешь подаваться. Так вот, какой срок рассмотрения твоей визы будет из Казахстана, туристической обычной? 355 дней. То есть, фактически, на сегодняшний момент разница между визой цифрового кочевника и визой обычной туристической только одна. В сроках рассмотрения визы. И не более. Вот так вот. Ну, звучит классно и правдоподобно. Возможно, через пару-тройку дней что-то изменится и появится действительно эта виза. То есть, она будет прям какая-то, прям будет так и называться. Цифровых кочевников виза в Канаду. Как-нибудь так. Но на сегодняшний день они говорят, пожалуйста, мы типа зовем цифровых кочевников себе в Канаду по туристической визе, и мы обещаем вам ускорить процесс рассмотрения вашей туристической визы. На этом все. Ничего нового. Может быть, вы подскажете что-то новое, я просто как-то не заметил. Ссылка в описании под роликом оставлю ссылку на два источника информации. На анонс иммиграционной службы Канады, где они говорили про цифровых кочевников, про стартап визы, вот это все, бла-бла-бла, вот эти все айтишные темы. Вот. И вторая ссылочка, это вот на страничку, которую я показывал в ролике, где там написано немножко, чуть-чуть совсем написано про цифровых кочевников. Когда ты нажимаешь потом на страничку, ты переходишь просто на графу, где ты можешь посмотреть, нужна ли тебе виза в Канаду или нет. В целом на сегодня все, дорогие друзья. Ставим лайки, подписываемся на канал за то, как называется, по пабликам расхерачили. Канада скоро присоединится к группе стран, которые разрешат цифровым кочевникам работать удаленно в пределах своих границ. Блин, звучит-то как. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok